Беллингем не побил рекорд Роналду и Пепильо. Прервалась четырехматчевая голевая серия. Лукаку впервые сезону забил за Ромо. Команда Мауриня со счетом 7-0 разгромила Эмпали. Это первая победа в сезоне. Миранчук сыграл впервые в сезоне. Хаффбэк Аталанты вышел в матче с Верентиной на 80-й минуте. Арауха провел часть тренировки в общей группе Барцы. Защитника могут включить заявку на матч с Антвербаном в Лиге Чемпионов. Сивилья выиграла в первом матче Рамоса после возвращения и не пропустила впервые в этой Ла Лиге. До этого было три поражения подряд. Фанаты Асасуны кричали «Гринвуд, умри!» на игре с Хетафи. Вингер провел первый матч с января 2022. Мудрик получил 3 из 10 от гол за матч с Бормунта. Меньше всех в Челси. Совсем не похож на игрока за 88 миллионов фунтов. Покупая Антони, МЮ был не в курсе, что в мае 2022 студентка подала в полицию заявление о нападении. Клуб узнал об этом в сентябре от прессы. У Почетина в Челси одна победа в пяти матчах АПЛ. Вчера они сыграли с Бормунтом 0-0. Команда идет 14-й. Бенджамин Менди сыграл впервые с августа 2021. Защитника обвиняли в сексуальном насилии. Влахович первым в истории Юви забил 4 гола в четырех играх со старта сезона в двух чемпионатах серии А подряд. Арон Уан Бесака выбыл на срок до двух месяцев. Он провел на поле не так много времени. Нападающий туринского Ювентуса Душан Влахович хотел бы продлить свой контракт. Серб намерен продлить свое соглашение до 2028. Барселона ожидает, что Педри вернется в строй к матчу с Мадридским Реалом, который состоится на следующей неделе. Полузащитник лондонского арсенала Томас Парти может вернуться в испанский чемпионат. В услугах ганского опорника заинтересован его бывший клуб Мадридский Атлетико. Туринский Ювентус в январе может усилиться полузащитником Ницци Кефреном Тюрама. В случае, если в январе клуб сохранит шансы на титул. Александр Зинченко может получить новый контракт в лондонском арсенале. Об этом рапортуют журналисты Найтин Мин. Форвард-ПСЖ Уго Экетики может продолжить карьеру в Англии. По сведениям источника, на француза претендует Вестхам и Кристал Пелос. Мактономей может перейти в Баварию, если мюнхенцы не договорятся с ПА-линией. Немецкий специалист Йоахим Лёв может стать главным тренером сборной Турции. 63-летний немец является одним из основных кандидатов. Нападающий Альваро Маратто может вернуться в итальянский футбол. Как сообщается, у 30-летнего испанца есть два варианта продолжения карьеры в серии А. Маратто может вернуться в Ювентус или оказаться в Милане. Отмечается, что туринцы и миланцы пока не имеют выработанного твердого предложения по Марате. При этом форвард продлил контракт с Атлетико до конца июня 2027-го, хотя об этом официально еще не объявлено. В свое время Альваро Маратто провел за Ивенту 185 матчей, в которых забил 59 голов и отдал 39 результативных передач. Портал Трансфер Март оценивает форварда в 20 миллионов евро. 22-летний вингер Риал Соседада Птакефуса Кубо может вернуться в мадридский Риал. Об этом стало известно журналистам. Стороны могут обсудить потенциальную сделку в январское трансферное окно. Возвращение японца обойдется сливочным примерно в 30 миллионов евро. Игрок перебрался в команду из Сан-Себастьяна летом прошлого года. Трудовое соглашение японца с клубом рассчитано до завершения сезона 27-го года. В стартовавшем чемпионате Испании Кубо провел 5 матчей. Полузащитник записал себе в актив 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Барселона может расстаться с одним из самых перспективных игроков команды. Как стало известно, синегранатовые задумываются о продаже 20-летнего полузащитника Педри, если получит выгодное предложение. На испанского хавбэка есть огромный спрос на трансферном рынке. В услугах игрока заинтересованы Мюнхенская Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Сумма потенциальной сделки оценивается минимум в 120 миллионов евро. Полузащитник играет за Барселону с 2019 года. Его контракт рассчитан до конца сезона 2025-26. Лондонский Челси не намерен расставаться со своим капитаном и правым защитником Рисом Джеймса. По информации от Football Insider, синие должны получить сумасшедшее предложение, чтобы хотя бы задуматься о продаже. Джеймс имеет контракт с Челси до 2028, а минувшим летом футболист получил статус капитана команды. Рис не горит желанием покидать Стэнфорд Бридж, несмотря на отсутствие Лиги Чемпионов и интерес Мадридского Реала. В данный момент Джеймс восстанавливается после очередной травмы. В предыдущих двух сезонах англичанин частенько получал повреждения, из-за которых пропустил солидное количество матчей. Полузащитник Мадридского Реала Федерико Вальвердо летом отказал двум топ-клубам английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Уругвайц имел два варианта для продолжения карьеры на Туманном Альбионе, но в итоге решил остаться в королевском клубе. 25-летний Вальвердо выступает за Мадридский Реал с 2016 года и не собирается покидать команду в обозримом будущее. Ранее сообщалось, что одной из главных целей Уругвайца является стать капитаном королевского клуба. Летом Вальвердо связывали с Челси и Манчестер Юнайтед, но источник не сообщает имена клубов, от которых полузащитник получал предложение. Марко Верати прибыл на предсезонку ПСЖ с лишним весом. Как сообщает Эл Эквип, летом Луис Энрике, Луиш Кампуш и Нассер Аль Халаифи активно обсуждали будущее футболиста. Тренер склонялся к тому, чтобы сохранить Верати, но потом его убедили, что вклад Марко на поле не соответствует размеру его зарплаты. Энрике предупредили, что у Верати есть проблемы с режимом. Из-за этого, по мнению руководителя ПСЖ, он мог плохо повлиять на партнеров по команде. Луис убедился в правдивости этих слов, когда Верати приехал на предсезонку с лишним весом. После этого будущее Марко Верати было предопределено. Алхалаифи и Кампуш сообщили полузащитнику, что он может искать себе новый клуб. Гидо Родригес сможет перейти в Барселону Как сообщает Диарио Спорт, главный тренер каталонской команды Хави хочет укрепить позицию центрального полузащитника. Одним из игроков, привлекших интерес специалиста, стал игрок Бетиса Родригес. Барселона может подписать хавбека бесплатно. Его контракт с нынешним клубом истекает в июне 2024. Однако Бетис предпочитает продать игрока зимой, если соглашение не будет продлено. Блауграна может оформить трансфер и в зимнее трансферное окно, если сможет соблюсти правила финансового фэрплей. ПСЖ мог подписать Джуда Беллингема в прошлом году. По информации Ле Парисиен, представители Беллингема связывались с Луишем Кампушем, чтобы подтвердить интерес ПСЖ к полузащитнику. Однако парижане отказывались от подписания Беллингема и решили сделать ставку на Уоррена Заира Эмери. По мнению Кампуша, команда в его лице уже располагала игроком уровня англичанина. Джуд Беллингем этим летом перешел в Реал из Дортмундской Баруси за 103 миллиона евро. В первых четырех матчах в Ла Лиге на счету полузащитника 5 голов и одна голевая передача.